Одна из наших встреч была посвящена ответам на вопросы зрителей. Вы, аудитория, всегда имеете возможность спросить, зрители же пишут, оставляют комментарии. Поэтому мне необходимо, значит, естественно, вступать тоже с ними в полемику, отвечать на вопросы. Это нормально. И чего я сегодня с радостью сделаю в очередной раз? Необходимо заметить, что страсти поутихомирились после моих первых ответов на вопросы, которые поступают от наших азербайджанских зрителей канала. Все больше вопросов уже без мата, взвешено, я бы даже сказал, в какой-то степени аргументировано. Некоторые, правда, не задают вопросов. Не глядя на предшествующие наши эфиры, они просто продолжают забрасывать меня дешевыми трюками. Например, фильмами, снятыми азерагитпропом под замысловатыми названиями. Армян на Кавказе не было, Великий Величко сказал то-то и так далее. Ничего нового. Все по-старому и все снято азерпропом. Хоть бы для разнообразия выслали что-нибудь посмотреть, снятое об армянах в третьих странах. Третьими независимыми студиями. Нет, все одно и избито. Более того, на весь этот аскеровский ширпотреб я уже делал эфир и возвращаться к тем темам не собираюсь. Кому интересно, можете полистать канал. Темы все на месте. Рейтинг канала не по дням, а даже по часам, я бы сказал, растет. Удален лишь один эфир, посвященный сефевидам. Дело в том, что в этой теме я упомянул название одного из тюркских племен, предков современных азербайджанцев, карагуюнов и аккуюнов. И перевел на русский язык эти названия белой бараны и черной бараны. Казалось бы, ничего такого в этом нет. Тем более, азербайджанцы сами себя называют таковыми. Я имею ввиду, что они есть потомки тех самых племен. Аккуюнов и каракуюнов, белых и черных баранов. И они это не отрицают. Но сам перевод смутил администрацию YouTube. Им показалось, что я обозвал белыми и черными баранами целый народ. Оттого и удалили. Но этого не было. Я всего лишь перевел на русский язык то, о чем говорят и сами азербайджанцы, о чем говорят их учебники, их исторические книги. Вот как-то так. Все остальное снято нами на месте на канале. Ну а теперь перейдем к вопросам. Эльчин Кулиев пишет. За что Эммануил Кант ненавидел армян? В одной из своих книг, не помню уже какой, давно читал, Кант писал, что более хитрого и подлого народа на земле вряд ли можно встретить. Если армянину необходимо приобретение, он готов будет совершить самый гнусный поступок ради достижения цели. Эльчин. Удивительно, что название книги вы не запомнили. А цитата так и абсорбировалась в вашей голове. То есть из головы ушло коротенькое название книги, а цитата такая длинная, она у вас сохранилась. Хорошая у вас память. И я бы даже сказал, неудивительно, что вы не помните название книги. Потому как такой книги в природе не существует. Как и многие те, которые вам диктует Азерпроп. Сами сочиняем, сами пишем, сами выдаем за действительность. Не брезгая даже мощами умерших, приписывая им авторство Азерпропа. Тем не менее, об армянах Эммануил Кант, величайший немецкий философ, писал. И писал не в вашу честь. И писал он хорошее. И книгу я помню. И ссылочку могу дать на книгу. И даже процитировать, что писал в ней Кант об армянах. Внимание на экран. Итак, если вы заглянете в библиотеку, то обязательно найдете книгу Канта под названием «Антропология с прагматической точки зрения». Которую он написал еще в 1798 году. Это сочинение в шести томах. Вам нужен именно шестой том. Издательство «Мысль. Москва. 1966 год. Издание». В ней Кант описывает разные народы, свои исследования в области этнопсихологии. Он пишет об итальянцах, французах, немцах, испанцах, англичанах, греках, армянах и других народах. Об азербайджанцах, кстати, ничего не пишет. Зато на 428 странице об армянах написал следующее. Цитирую. У другого христианского народа, у армян, господствует какой-то торговый дух особого рода. А именно, они занимаются обменом, путешествуя пешком от границ Китая до мыса Коса на Гвинейском берегу. Это указывает на особое происхождение этого разумного и трудолюбивого народа, который по направлению от северо-востока к юго-западу проходит почти весь Старый Свет и умеет найти радушный прием у всех народов, у которых они бывают. Это доказывает превосходство их характера перед легкомысленным и пресмыкающимся характером теперешних греков. Думаю, комментарии излишни. Перейдем к другому вопросу. Кёнюль Гасымова пишет. Посмотрела о тюркизмах, которых нет. Возможно, вы правы. А что вы скажете про азербайджанские нарицательные слова и выражения, которые используются в армянском языке? Кёнюль. Смотря какие слова и выражения вы имеете в виду. На самом деле, в литературном армянском языке вдоволь своих слов и выражений. Исконно армянских причем. Но на плебейском армянском языке действительно есть нарицательные выражения неармянского происхождения. Любопытно, что органы человеческого тела, которые порой применяются в качестве ругательного, армяне используют армянские слова. Все остальные нарицательные, не имеющие отношения к частям тела, используются фарсизмы и иногда тюркизмы. Но в основном фарсизмы. Из тюркизмов я могу привести только два слова, которых встречал сам у армян. Ну, называть я их здесь и сейчас не буду, только одно могу перевести на азербайджанский язык. Оно переводится как слово педераст. Остальные нарицательные, это из фарси, они есть и у азербайджанцев. Например, карабахские армяне, чтобы заткнуть кого-либо, говорят зягермар, заткнись. Тоже говорят и азербайджанцы. Но это не азербайджанское ругательство, а иранское. И имеет с фарси прямой перевод зягарь. Яд, мар, змея. Что-то вроде захлебнись змеиным ядом. Видимо, и карабахским армянам, и азербайджанцам это необычное пожелание врагу осталось еще в наследство от общей и армянской, и азербайджанской, персидской зависимости. И не только зягермар. Есть еще такое неприятное выражение в адрес престарелых людей, которые используют в сердцах разного рода злюки, как в Азербайджане, так и в среде карабахских армян. Это слово кафтар. Когда говорят кафтар, имеется в виду старуха или старик. Но на самом деле это тоже персидский язык. Кафтар на фарсе означает гиена. Не знаю, почему так называют именно стариков, всякие злыдни. Видимо, потому что у гиен редкие и некрасивые зубы, покатая спина, грубая шерсть. И она постоянно издает звук, напоминающий ворчание. Вот и отождестили ее с ворчливой, вредной старухой. И если в Карабахе говорят просто кафтар, то в Азербайджане добавляют и прилагательное годжа-кафтар, старая гиена. Так что кафтар словечко иранского происхождения, ибо на тюркских языках гиена будет сэртлан, а на армянском языке бурэни. Вот как-то так. Но не будем заострять внимание на этимологиях и пойдем дальше. Еще один вопрос прочту. Анзор Гогаладзе. Армяне продались русским. Вот такое короткое сообщение. Вопроса нет. Но я тоже отвечу коротко. Армяне и не отворачивались от русских. Так же как и от запада. Просто армяне не меняют старых друзей на новых. Заморских. Те, кто побогаче. А вот некоторые меняют в разную эпоху. Разные друзья. Слушай, ты грузин, я грузин. Можешь рассчитывать на меня. Если есть какие-нибудь секретные документы, ценные вещи, деньги, клянусь, все будет в полной сохранности. Не верю. Чему? Ты не грузин. Чистокровный. Не может быть. Отец из Тбилиси, мать из Кутаиси. Ей-богу. Картуэльвар. Не верю. А почему? Грузины заморским сволочам задни целуют. Это было в прошлом веке, а сейчас на календаре 21 век. Думаю, ответ исчерпывающий. Саид Ахмедов. А это правда, что в Армении гей-парад прошел? Думаю, это правильно. Нужно сделать Ереван столицей всех федерастов. Ну, он погрубее написал. И Саид, кстати, тут приложил фотографию трансгендеров, несущих армянский флаг. Нет, Саид, гей-парад в Армении не проходил. Были попытки, но пресекли. Мне трудно сказать, есть ли гей-парад высшей формой демократии. Если есть, то в Армении нет как таковой высшей демократии. Мне даже представить сложно, чтобы по улице Армении прошлись трансгендеры с флагами и прочей атрибутикой. А фото, что вы выслали, было сделано на гей-параде в Париже. Возможно, если в Армении и есть геи, а они есть везде, то позавидуют своим коллегам в Баку. Так как у них в Ереване не получится открыто гулять со своим геевским флагом по городу, как это делается в Баку. Средь бела дня, обращая на себя внимание прохожих. Гуляют, да еще и фотографируются у святая святых дворца имени Гейдара Алиева. Уж можно было как-то флагом, что ли, прикрыть это имя, чтобы оно не светилось на фоне вашего радужного стяга. Хотя, как знать. Может, это сделано с подоплекой на психологический термин Гейдар. Ведь на языке психологии Гейдар – способность гея вычислять гея на основе ряда внешних признаков. Не знаю, известно ли это самим геям, но психологи знакомы с этой терминологией. Возможно, именно это и хотели сказать азербайджанские секс-меньшинства на этой фотографии. Зачем портить Баку своими шествиями? Турок все равно не переплюнуть. В этих делах они куда больше преуспели. Вот их стяг, который они пронесли по улице Стамбула, можно заносить в Книгу рекордов Гиннесса. Обратите внимание. Это их так много. Да там, наверное, половина просто так прикалываются. А чего плаги-то такие? Поговоря, ребята, привезти к нам всех. Прочтем еще одно послание и на этом закончим. Фархад Гусейнов, вы подлый народ. От вас пострадали не только азербайджанцы, но и десятки других народов. Никогда не забудем геноцид в Ходжалы и геноцид евреев в губе. Вам это никто не простит. Вот интересно, сами-то евреи знают об этом? Геноцид, геноцид. О, великий Лемкин! Чего бы без лемкинской интерпретации делали на Абшироне? Скажем так, про геноцид евреев, устроенный якобы армянами, только вашим Аскяра Агитпропом и написано. Об этом не то, что мир не слышал, но и сами евреи губы не знают. Ни губы, ни Израиля, ни других государств. Об этом не знают. Зато знают другое. Был такой персидский шах. Звали его Надир Шах. В Азербайджане говорят, что он азербайджанец. Точно? Хорошо подумали. Может он все-таки персидский шах? Ведь весь мир знает его, что он все-таки персидский. Ну ладно, азербайджанец так азербайджанец. Так вот, писатель и историк еврейского народа Феликс Кандель в своей книге «История и истории» рассказывает о Надир Шахе, который зверствовал в Дербенте и Губе, уничтожал живущих там евреев, отказавшихся принимать ислам. Часть евреев спас случай с раввином губы. Кандель пишет. В синагоге азербайджанского города Куба хранилась разрубленная надвое книга, с которой связано предание горских евреев. Персидский правитель Надир Шах предпринял несколько походов в Азербайджан и Дагестан. Выжигал города, уничтожал население и, наконец, появился со своим войском в еврейской деревне в окрестностях Губы. Во дворе синагоги сидел раввин, окруженный учениками. Надир Шах выхватил саблю и занес ее над головой раввина, а тот прикрыл голову книгой, которая была в его руках. Сабля перерубила книгу на две части и не задела раввина. И тогда Надир Шах сказал. Я вижу, что ваш Бог предохранил тебя от жестокости моего меча. За изучение его святых законов будь ты спасен вместе с твоим народом. Так что подумай, прежде чем называть Надир Шаха азербайджанцем, уважаемый Фархад Гусейнов. Пусть он лучше остается персом, как все его знают. А армяне тут ни при чем. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok